Субтитры делал DimaTorzok Ставим лайк до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях И внимание на экран В седьмом туре играли Фабиана Круана с Максимом Вашьевагравом Анни Жгири с Нильсом Гранделюсом Радослав Вайташек с Андреем Есипенко Магнус Карлсон с Пенталой Харикришной Али Розафи Руджа с Яном Кшиштофом Дудой Давид Антон Гехара с Александром Донченко И Ориан Тари с Йорданом Ван Форестом Белыми играл Али Розафи Руджа, черными играл Ян Кшиштоф Дуда Д4, конь Ф6, конь Ф3, Д5 Слон Ф4, Е6, Е3, слон Д6 Конь Д2, рокировка на доске дебют ферзевых пешек Белые играют конь Е5 Черные подрывают центр ходом С5 С3 Ферзь С7, слон Д3 Б6, А4 Белые пытаются начать атаку на королевском фланге Слон А6 В попытке разменять белопольных слонов Слон бьет А6 Конь бьет А6 Х5 Конь Д7 Черные пытаются прогнать коня из центра С поля Е5 И после конь Ф3 Ф6 Им это удается сделать Конь Д3 И СД Играет здесь Ян Кшиштоф Дуда И это на самом деле достаточно серьезная ошибка Здесь надо было играть С4 После чего позиция абсолютно уравнивается Например, слон бьет Д6 Ферзь бьет Д6 Конь Ф4 И просто конь С7 Черные подводят ближе коня по центру Далее сыграют, например, вводя Е8 И где-то будут готовиться к продвижению Е5 Позиция равная После конь Д3 СД Позиция черных становится хуже Поскольку после конь бьет Д4 Недооцененный ресурс Ян Кшиштоф Дуда Не ожидал, что можно взять конем Ведь кажется, что подставляемся под вилку Ходом Е5 Но угрожает, во-первых, конь Б5 А во-вторых Висит вилка на поле Е6 Пришлось играть Е5 Ну, теперь ход конь Б5 ничего не дает Белым А вот ход конь Е6 Приводит партию к очень острой Ферзь С4 Конь бьет Ф8 И вот здесь ошибается еще раз Ян Кшиштоф Дуда Играя слон бьет Ф8 То есть здесь за черных был великолепный на самом деле ресурс Конь ДС5 Но мы с вами еще увидим Что партия сведется в результате к этому же варианту Поскольку Так же ошибется и Али Рыза Ферруджа То есть вот здесь Теперь висит конь И в случае конь бьет С5 Конь бьет С5 Разница в варианте очевидна Здесь конь на поле Ф8 Гибнет, он никуда не может уйти Висит слон на поле Ф4 И угрожает очень неприятный шах с поля Д3 Слон Ж3 Тогда слон бьет Ф8 Угрожает шах на поле Д3 Ладья Аш4, Е4 Ферзь Е2, конь Д3, шах Король Ф1, Ф5 И позиция абсолютно неясная То есть у белых лишнее качество Но у черных мощнейший конь на поле Д3 За которого скорее всего придется качество белым обратно отдавать Итак, после конь бьет Ф8 играет слон бьет Ф8 Ян Кшиштоф Дуда И вот здесь слон Ж3 Уходит Али Розафи Руджа Следует ход конь С5 А вот здесь уже ошибается, соответственно, Али Розафи Руджа Помните тот вариант, который я вам показывал Что брать на поле С5 не очень-то хорошо Из-за того, что грозит шах на поле Д3 Так вот здесь белые могли получить большой перевес ходом конь С1 Просто уводим коня Кажется, что вроде бы белый отстает в развитии Но на самом деле белые потом будут просто как сжатая пружина Потихонечку, постепенно вытеснять фигуры черных Варианты следующие Значит, если сыграть здесь Е4 С идеей все равно вторгнуться конем То тогда неприятен ход ферзь Д4 И белые достигают размена ферзей Если же сыграть конь Е4 То тогда просто ферзь Е2 И вынуждается размен ферзей после Потому что висит конь на поле А6 Ну ферзь С8 уходить совсем грустно за черных А так здесь уже лишнее качество сказывается в пользу белых Но не поднял этот ресурс Али Розафи Руджа Он сыграл конь БЦ5 И после конь БЦ5 мы с вами Приходим к той позиции, которую уже анализировали Ладья Х4, Е4, ферзь Е2, конь Д3, шах, король Ф1 и Ф5 Все это случилось в партии Но, как мы видим, Али Розафи Руджа прошел мимо выгодного продолжения Ходом конь С1 Итак, король Ж1, ладья С8 Ладья Х1, король Ф7 Король Х2, слон Е7 А3, Б5 Ладья Д1, король Е6 играют черные И вот здесь, опять же, поспешил Али Розафи Руджа Конечно, конь на поле Д3 очень мощная фигура Хочется его поскорее уничтожить Но позволяет Али Розафи Руджа осуществить черным красивый ничейный замысел А именно пожертвовать слона на поле А3 И затем съесть ладьей на поле С3 Оставаясь без фигуры, но с тремя пешками Если бы Али Розафи Руджа разгадал этот замысел То он бы просто сыграл ладья Д2 И, например, на А5 ладья Д1 А4, вроде бы черные полностью все закрыли То есть позиция заперта Но вот здесь-то как раз ладья бьет Д3 ЕД ладья бьет Д3 И нет того самого спасительного ресурса за черных Который случился в партии Сейчас мы с вами увидим, как это важно Итак, после короля Е6 было сыграно ладья бьет Д3 Ферзь бьет Д3 Ферзь бьет Д3 ЕД ладья Д1 Ферзь же-то надеялся просто съесть пешку И получить позицию с лишней пешкой в эншпиле Но здесь Янгшиштер Дуда, конечно, его удивил Мощным ходом слон бьет А3 После БА ладья бьет С3 Пешка на поле А3 практически не жилец Угрожает А5, Б4 с быстрым надвижением пешек Король у черных ближе к центру, нежели король белых И позиция ничейна Король Ж1, ладья бьет А3 У черных, как мы видим сейчас, просто три пешки за фигуру Король Ф1, Б4 Король Е1, Б3 Король Д2 и Б2 И вот здесь уже ошибается Янгшиштер Дуда Защищая пешку на поле Д3 Продвигая пешку на поле Б2 Здесь надо было играть Не Б2, а А5 С идеей просто соединить пешки ходом А4 И вот тогда уже действительно о победе белых Здесь никакой речи не шло То есть на король бьет Д3 просто играем А4 Значит, на ладья Б1 Тогда А4 Король бьет Д3, ладья А2 Король С3, ладья С2, шах И на король Б4 просто ладья А2 Выясняется, что у белых нет никакой возможности усилить позицию Просто на доске стоит ничья Значит, вместо этого Б2 играет Янгшиштер Дуда Пока ничью это не выпускает Ладья Б1, ладья Б3 И слон С7 Но вот ход слон С7, конечно, скорее всего, выпал из поля зрения Польского суперграссмейстера Теперь пешка на поле А5 не попадает Слон это поле контролирует И постепенно, потихонечку, белые начинают отъедать все пешки Д4, ЕД Король Д5, Ф4 Ж6, А6 Белые задвигают пешку как можно дальше Осуществляют стратегический прием Запасная проходная Король бьет Д4, слон Е5 шах Король Е4, слон бьет Б2 Теперь, конечно, бить на поле Ф4 нельзя из-за шаха с поля Е5 И теряется ладья Ладья Б7 Ладья Е1 шах Значит, король бьет Ф4 Слон Е5 шах Король Ж4 Король бьет Д3 Получилось окончание Где у белых теперь уже лишняя фигура А у черных две пешки за эту самую фигуру Позиция черных тяжелая Защищаться еще можно Но белые, конечно, играют на победу Ж5 Слон Д4 Ладья Д7 Ладья Е6 Король Ж3 Ладья Ф6 Значит, король Ж4 Ну, если король бьет Ж2 То тогда просто теряются пешки у черных Значит, король Ж4 Ладья А6 Белые пока стоят И Ф4 Играют черные И вот этот ход уже точно проигрывает партию На 48-м ходу Ян Шиштоф Дуда Продумав 4 с лишней минуты Допускает решающую ошибку Король Ж3 Позволяла продолжать бороться Опять же Например, ладья бьет А7 Тогда ладья Д6 Напали на пешку Ладья бьет Х7 Король бьет Ж2 И ход в ход черные успевают все сделать Ладья Х8 Король Ф3 Х7 И ладья Д7 Теперь ладья привязана намертво к пешке Никуда уйти не может А черные начинают свою контур-игру Связанную с продвижением своих пешек Здесь позиция просто строго говоря стояла Ничейная Но Ф4 Играют черные Теперь позволяют белому королю активизироваться Король Е4 Ладья Е7 шаг Слон Е5 И ладья Б7 Еще одну ошибку допускают Черные Но правда выясняется, что и ладья Д7 Самые упорные Не помогают уже в этой позиции Дело в том, что выигрывают белый ходом слон Ф6 Они цепляются к пешке на поле Ж5 Хотят сыграть ладья А5 Ладья Ф7 Вариант следующий Значит, тогда слон Д8 Ладья Ф8 Здесь уже, кстати, игра разветвляется На ход ладья Д7, чтобы атаковать слона И ход ладья Ф8 Быстренько разберем оба варианта На ладья Ф8 выигрывает слон Е7 И на ладья Ф7, ладья Е6 Далее ладья просто идет на поле Е5 И все пешки у черных осыпаются Значит, самая упорная ладья Д7 Тогда слон Ф6 Ладья Ф7, король Е5 Ладья Д7 Ладья А5 С угрозой король Е6 И съесть пешки Ладья Д2 Черные бросаются в отчаянную контратаку Атакую пешку на поле Ж2 Она теряется Король Е4 Единственный выигрывающий ход И вот здесь я показываю вам Значит, путь к победе Ладья Е2, шах Обязательно нужно дать этот шах Сразу ладья бьет Ж2 Проигрывает и за ладья бьет Ж5 Значит, ладья Е2, шах Король Д3 Ладья бьет Ж2 Ладья бьет Ж5, шах Король Ф3 Ладья Ж7 Единственный ход, который выигрывает за белых То есть это все нужно еще было поднять Ладья Х2 Ладья бьет Х7 И после король Ж4, ладья Ж7, шах Король Ф5, слон Ж5 Белые все успевают Они успевают защитить пешку на поле Аж 6 Свою Далее после Ф3 Продвигают пешку на поле Аж 7 И после Ф2 Возвращаются королем на поле Е2 И все Возникает Цук Цванг А5, слон С1 А4, слон Б2 И дальше белые просто уходят ладьей куда-нибудь Затем ставят Ферзя Ну и, соответственно, легко выигрывают партию То есть черным остается только какие-то финты Там сыграть где-то А3 шах Чтобы отвлечь слона Но это, естественно, не помогает Не помогает, как вы понимаете, и Ф1 ферзь Поскольку белые возьмут И черные не успевают взять слона ладьей Потому что пешка превратится в Ферзя То есть таким образом черные побеждали И запомним этот путь к победе Поскольку мы еще с ним встретимся Итак, после слона Е5 Ладья Б7 играют черные Слон Ф6 Нащупывает, значит, вот эту самую идею Лереза Феруджа Ладья Б4 шах Слон Д4 И король Х5 Еще одну ошибку допускает Янг Шиштоф Дуда Ладья Б7, если сыграть То путь к победе мы с вами уже знаем Слон Ф6 Ладья Ф7 Король Е5 И далее Ладья Б7 Ладья А5 Ладья Б6 Не пуская короля на поле Е6 Ладья бьет А7 Тогда теряется одна пешка Ладья Б5 шах Король Е6 Ладья Б6 Король Ф7 Ну и здесь путь к победе совсем легкий Потому что король уже прорвался У белых очень далеко Далее просто Нападут на пешку И проведут пешку Аж Ферзи Здесь немножечко путь с другой К победе Ну понятно, что вы понимаете Что после ладья Ф7 Король Е5 Ладья Б7 Если после ладья А5 Играют ладья Б2 Значит черные То белые побеждают Тем же самым ресурсом Ходом король Е4 Который мы с вами уже Рассматривали Итак Слон Д4 Король Аж 5 Ладья Д6 Ладья А4 Значит Ладья Б1 Было упорнее Но все равно проигрывает Король Ф5 Ладья Д1 Вроде бы какая-то связка Но белые в итоге Все равно постепенно Потихонечку побеждают Например Побеждает ход Слон Е5 В этой позиции Также за белых Значит Ладья А4 Король Ф5 Ладья А2 Нападая на пешку На поле Ж2 Здесь опять же С точки зрения компьютера Самые упорные Ф3 Скинуть пешку Но после ЖФ Ладья А3 Ф4 ЖФ Король бьет Ф4 Выигрывает вновь Белые Очень красивым маневром А5 Ладья Д5 Шах Король бьет Х6 Ладья А4 Значит Ладья Д6 Шах Заметим Что отступления На Ж7 У черных нет И на король Х5 Слон Ж7 С угрозой Ладья А6 Мат Шах Король Ф5 Единственный ход Король А4 И тогда Ладья Д3 Отсекая королю Третью горизонталь Угрожая ходом Слон Ф6 Шах И ладья А3 Мат Единственный ход Король А5 И тогда Слон Ф6 Завоевывая поле А4 Чтобы ладья Не могла перекрыться Ну и все Следующий ход Неизбежен Здесь белые Побеждают В партии Все было проще После короля Ф5 Было сыграно Ладья А2 И тогда Слон Ф6 На король Бьет А6 Ладья Д1 И выясняется Что от мата На поле Х1 Нет никакого спасения Кроме как Ладья А5 Шах Слон Е5 И здесь Надо отдавать Ладью После ладья Бьет А5 Король бьет Е5 Белые Естественно Легко Побеждают Вот такая вот Интересная Не безошибочная Партия Двух суперграссмейстеров Здесь Все-таки Янгшиштов Дуда Нашел Очень красивый Спасительный путь То есть Нащупал-то он его Верно Пожертвовать фигуру Чтобы получить Ничейное окончание Но затем В цейпноте Как мы видим Польский суперграссмейстер Начал ошибаться Раз за разом И Юному Грассмейстеру Выступающему Под нейтральным флагом Удалось Сплести матовую сеть Вокруг черного короля После чего Выигрыш стал Делом техники Идем дальше Белыми играл Родослав Вайташек Черными играл Андрей Есипенко Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь С3 Слон Б4 Ф3 Д5 А3 Слон Е7 Е4 ДЦ На доске Защита Немцовича Слон Е3 Б5 Конь бьет Б5 Жертва пешки То есть черный Применяет жертву пешки Такую вот новинку Мощную Слон А6 А4 С6 Конь А3 И вот здесь Андрей Есипенко Ошибается Играя Слон бьет А3 Отдавая Белому преимущество Двух слонов Но правда После владя Бьет А3 Конь Д7 Также ошибается Иродослав Вайташек Играя Конь Е2 К большому перевесу В дебюте уже Вел ход Ферзь С2 Просто нападая На пешку На поле С4 Защитить ее Невозможно Потому что На конь Б6 Последует Просто тычок А5 Ладя Б8 Тогда слон бьет С4 Слон бьет С4 Ферзь бьет С4 У белых Здоровая Лишняя пешка Надо забирать На поле Б2 И тогда уже Конь Е2 И дальше Белые просто хотят Закончить развитие Играя Рокировка У черных Слова пешка На поле С6 И положение Белых Явно Лучше Например Рокировка Рокировка Ну и видно Что позиция Белых Просто поприятнее За счет того Что пешка На поле С5 У черных Очень слаба Значит Конь Е2 Играет Родослав Вайташек Следует Ладя Б8 Ладя А2 Рокировка Конь С3 Ферзь А5 Слон Е2 Ладя Д8 Ферзь С2 С5 Играют Черные Заметьте Разницу Пешка На поле С4 Осталась Жива У черных Рокировка СД Слон Бьет Д4 И сейчас Мы видим Что черные Уже просто Перехватывают Инициативу Ходом Конь С5 Атакована Фигура Слон На поле Значит Д4 И здесь Конь Б5 Играет Родослав Вайташек И это Также Достаточно Серьезный Просчет Но правда Здесь Андрей Есипенко Блеснул Комбинационным Талантом То есть Ход Конь Б5 На самом деле Еще не Проигрывает Поэтому Этому ходу Мы не ставим Вопросительный Знак Но правда Нужно было Рассчитать Точно Варианты Поскольку У черных Есть очень Сильная Комбинация Связанная С жертвой Ладья Бьет Д4 И на Конь Бьет Д4 Конь Б3 Атакуя Коня То есть Конь Уйти никуда Не может Посмотрите Поля Е2 И С2 Для него Под запретом Ход Конь С6 Вроде бы К вилке Приводит Но после Ферзь С5 Теряется На двойном Ударе Фигура И делать Нечего Бить на поле Б3 Нельзя Из-за того Что Белые Вернее Черные Возьмут Пешкой И нападут На ладью И на ферзя Одновременно Ну а Ладья Д1 Как вы понимаете Не помогает Из-за Конь Бьет Д4 Ладья Бьет Д4 И просто Ферзь Б6 Связывая Ладью И следующим Ходом Играют Е5 Черные Выигрывая Моментально Значит После Конь Б3 Конь Б5 Играет Радослав Вайташек Приходится отдавать Обратно материал Слон Бьет Б5 Аб Ферзь Бьет А2 Слон Бьет С4 Конь А1 Очень красивый Тактический Ресурс Смотрите Как красиво Ферзь Атакован Конем И слон Атакован Значит Слон Атакует Ферзя И конь Атакует Ферзя Ферзь С3 Играют Белые Ферзь А4 И вот здесь Радослав Вайташек Допускает Уже действительно Серьезную Ошибку Играя Б3 Правда Все равно Вот Не поверите Но все равно Позиция пока Еще у Черных Вернее У белых Держится Держится С запасом Конечно Ладья Б1 Приводила Просто к ничьей Теперь на Ладья Д8 С угрозой Ладья Д1 Просто играем Б3 И на конь Б3 Ферзь Б3 Здесь Идея Хода Ладья Б1 Была в том Чтобы не отдать Пешку на поле Б5 Здесь позиция Была бы просто Ничейной Значит После ферзь А4 Б3 Играет Радослав Вайташек И после Конь Б3 Отдают Значит Назад Фигуру Соответственно Лишнюю Свою Черные И после Ферзь Б3 Ферзь Б3 Бьет Б3 Ладья Бьет Б5 Выигрывают Пешку Ладья Ц1 Ж5 Ладья Ц3 Король Ж7 Получается Позиция С лишней Пешкой У черных С хорошими Шансами На победу Но белые Все равно Держат Эту позицию Король Ф2 Х5 Король Е3 Х4 Ж3 Х3 Вновь Мы видим Стратегический Прием Запасная Проходная Слон Д1 И в план Черных Входит Просто добраться Ладьей До пешки На поле H2 После чего Пешки На поле H3 Светит Зеленый Свет Ладья Б2 Слон Е2 Ж4 Прорыв ФЖ Конь Бьет Е4 И теперь Уже Атаковано Ладья Брать на поле Е2 Нельзя Из-за Ладья Бьет Е2 И ладья Бьет H2 Ладья А3 Играют Белые И вот здесь Конь Ж5 Этим ходом Отшибается Андрей Есипенко К выигрышу Приводил ход Король Ф7 И после Ладья Бьет А7 Конь С3 Просто Прогоняем Слона И добираемся До пешки На поле H2 Ходом же Конь Ж5 Есипенко Очень серьезно Осложнил себе Победу Ладья Бьет А7 Ладья А3 Значит Б3 Шах Но здесь Родослав Вайташек Ему помог Сыграл Король Д4 И этот ход Моментально Проигрывает Партию Поскольку Теперь Черные Без проблем Добираются До Пешки На поле H2 Здесь конечно Надо было играть Слон Д3 И в варианте Оказывается Что черные Не Выигрывают Е5 С угрозой Е4 Тогда Ладья А5 Напали на пешку На Е4 Съедим Коня Значит Ф6 Тогда Король Д2 Конь Ф3 Шах Король С2 Ладья Б7 Слон Ф1 И успевают Уничтожить Пешку Страшную Проходную Белые Конь Бет H2 Слон Бет H3 Конь Ф3 Ладья А3 Конь Д4 Шах Король Д3 Король Ж6 Король Е4 Ну и согласитесь Что в этой позиции Черным выиграть Практически нереально Материала Осталось Очень мало Фигуры Белых Активные Ну и черные Хотя и имеют Мощного Коня Не могут Здесь На самом деле При правильной Игре Белых Победить А в партии После Вадя Б3 Сыграл Король Д4 Радослав Вайташек Ну и после Вадя Б1 Король Е3 Вадя Х1 Вадя А5 Король Ф6 Слон Ф3 Вадя Бьет А2 Пешка Упала И после Вадя А1 Вадя Б2 Здесь уже Сдался Радослав Вайташек Потому что Угрожает Вадя Б3 Шах И выигрыш Слона Если Слон Куда-то Уходит То Вновь Пешка Идет На поле А2 Далее Черные Перегруппировываются Ну и легко Побеждают В этом Окончании Например Играют Е5 Затем Конь Е6 Конь Д4 Миллион Способов Усилить Позицию И выиграть В этом Эншпиле Короче Вот так Вот Радослав Вайташек Бесславно Проиграл Хотя имел Еще раз повторюсь Большие шансы На ничью Но не сложилось Российский Гроссмейстер Андрей Есипенко Победил А мы с вами Идем дальше Белыми играл Ариан Тари Черными играл Йордан Ван Форест Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 А6 Слон А4 Слон С5 Рокировка Конь Е7 На доске Испанская партия С3 Слон А7 Д4 Конь Ж6 Слон Ж5 Ф6 Слон Е3 Рокировка Итак Стороны Закончили Развитие И здесь Белые играют Д5 Нападая на Коня И хотят Разменять Слона Здесь Конь Е7 Играет Йордан Ван Форест И это Новинка Значит Слон Бьет А7 Ладья Бьет А7 Д6 ЦД Ферзь Бьет Д6 Б5 Слон Б3 Шах Король А8 А4 Белые пытаются Подорвать Ферзевый фланг Ладья Б7 Аб Аб Ладья Б6 Ферзь Д1 Аб И мы видим Что у черных На самом деле Отличная позиция Конь Д2 Слон Б7 Черные начинают Цепляться К слабым Пешкам С4 Играет Ориан Тари И после Ф5 Вот здесь Действительно Наступает Критический Момент В партии Ходом Слон С2 Ориан Тари Просто Сразу же Проигрывает Здесь надо было Сыграть С5 Напасть На ладью И на ладья Ф6 Уже можно сыграть Слон С2 Здесь позиция Здесь разница Позиции в том Что в случае Взятия на поле Е4 Белые могут сыграть Слон Бьет Е4 И дальше Просто будет Атакована ладья С темпом Да еще и конь Может попасть На поле Д6 То есть черным Не выгодно это Они должны играть Д5 Ну и после СД Ладья бьет Д6 Ферзь Е2 Получается Примерно равная Игра Итак Слон С2 Ошибка Потому что После ФЕ Выясняется Следующее Пришлось играть Конь Ж5 Белым Но после этого Партия идет Под откос Если слон Бьет Е4 То слон Бьет Е4 Конь Бьет Е4 И просто БЦ Черные съедают Пешку И следующим же Ходом Играют Д5 Получаем Мощнейший Центр Пешечный Пешка на поле Б2 Висит Ну и варианты Несложные Конь С5 Ход единственный Чтобы хоть как-то Напасть на пешку Тогда Д5 И Здесь уже Позиция у черных Явно лучше Конечно Здесь Черные пока не могут Забирать на Б2 Из-за вилки На поле Е6 Но черные могут Разными способами Усилить Свою позицию Здесь у черных Просто был бы перевес Итак После Конь Ж5 Конь Ф5 Играют черные Конь Бьет Е4 Конь Ф4 И угрожает Ладья Ж6 С атакой Страшной Атакой На белого Монарха Конь Ф3 Играют белые БЦ И конь Бьет Е5 Ну и вот Теперь выясняется Что взяв Пешку на поле Е5 То есть Восстановив Материальное равновесие Белые попадают Под страшные силы Связку Связку Двух коней После Конь Д4 Очень сильный ответ Брать на поле Д4 нельзя Из-за Конь Е2 Вилки Ладья Е1 Конь Бьет С2 Ферзь Бьет С2 И теперь Просто Ладья Е6 Начинается Страшные силы Давление Угрожает Д6 Д5 Ферзь Ж5 Видно Что позиция Белых Уже просто Не держится Конь Атакован Ферзь С3 Играют Белые Если отступить Конем на поле Ф3 То уже побеждает Просто ход Конь Д3 Перекрытие Напали на ладью И атакован Конь Слоном И ладьей И здесь Конечно же Терпят материальные Потери Белые Значит Ферзь С3 Тогда Ферзь Е7 Ну и просто На связке Проиграли Белые фигуры Ладья А5 Д6 Все Конец Дальше Что называется Давайте без особых Комментариев Поскольку Черные Просто Выиграли фигуру Еще сыграли Конь Д3 Напали на ладью Напали на ф2 Еще и конь завис В общем Катастрофа здесь Произошла То есть Тотальный разгром Ариан Тари Сделал вот один Единственный Неправильный ход В дебюте Сыграл Значит Неудачно Позволив Черным Развить Сумасшедшую Инициативу Идем дальше Белыми играл Фабиано Круана Черными играл Максим Ваш Евограф Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Д4 СД Конь бьет Д4 Конь Ф6 Конь С3 А6 Слон Ж5 Е6 Ф4 Ферзь Б6 Ферзь Д2 И вновь у нас Французский супергроссмейстер Идет в вариант В сицилианской защите Вариант Найдерфа Который называется Вариант Отравленной пешки То есть После Ферзь бьет Б2 Ладья Б1 Ферзь А3 По поводу этого варианта До сих пор Ведутся споры У кого здесь лучше У кого хуже На практике конечно В основном Большинство Подавляющие партии Заканчивается в ничью То есть Черные везде На каких-то Микронюансах Держатся Но знать В этих позициях Нужно просто Умопомрачительно Много То есть Вот ход влево Ход вправо Как мы с вами Уже убедились Просто сразу Конец Слон Е2 Конь С6 Конь Бьет С6 Бц И Е5 Играют Белые Здесь черные Играют Конь Д5 И после Конь Бьет Д5 Наступил Критический Момент В партии Здесь Максим Вашевограф Сыграл ЕД И что Самое Интересное Это еще Не новинка То есть Но в партии Предшественница Белые Не смогли найти Выигрывающий Ход Вот вы Сейчас посмотрите На позицию Тринадцатый Ход Всего лишь А позиция Черных Уже Проиграна Проиграна После Зубодробительного Хода Который Поднял Американский Гроссмейстер Который Является Первой Линией Вы Также Можете В принципе Поставить Видео На паузу Попробовать Прорешать Эту Позицию Ну а Я Продолжаю Рассказ Значит Здесь Конечно же Ход СД Вел К примерно Равной Позиции После Ладья Б3 Ферзь С5 Получалась Примерно Равная Игра Если После Хода СД Сыграть Не Ладья Б3 А например Закончить Развитие Игра И рокировка То после Х6 Слон Х4 ДЕ ФЕ Слон С5 Шах Король Х1 Ферзь Е3 Получалась Также Ничья Ферзь А5 С угрозой Ферзь Д8 Мат Рокировка Черные Заканчивают Развитие Хорошо Висит Слон Слон Х5 Поэтому Играют Белые Ферзь Е4 Нападая На Слона И вариант Следующий Ферзь Бьет С5 Ферзь Бьет Х4 Ладья Бьет Ф7 И это Форсированный Ничейный Вариант Ладья Бьет Ф7 Слон Бьет Ф7 Король Бьет Ф7 Ферзь С6 И выясняется Что фигура Отыгрывается Ладья А7 Ладья Ф1 Шах Король Ж6 Ладья Бьет Ферзь Бьет С8 Белые Отыграли Фигуру Напали На Пешку Ну и После Ладья Е7 Получается Просто Ничья Поскольку Белые Съедают Пешку Сейчас у них Лишняя Пешка А черные Спасаются Ходом Ферзь С4 Внуждая Размен Ферзей То есть Белые Не могут Уйти Потому что Висит Мат Поэтому Взяли Ну и Это Ничья Ничейное Ладейное Окончание Поскольку Король Близко У черных К центру Ладья Будет Нападать На Пешки И Вот Так Вот Должна Закончиться Была Партия Но После Комбьет Д5 ЕД Играет Максим Ваш Елограф И Здесь Круана Преподносит Ему Очень Серьезный Подарок Что Называется Мощнейший Да Такой В упаковочке Держите Е6 Два Отклицательных Знака Этим Ходом Уже Белые Просто Побеждают Везде Во всех Вариантах То есть Становимся Мы с вами Свидетелями Дебютной Катастрофы Еще раз Очередной Помните Мы уже С вами Видели Как Максим Ваш Елограф Ошибся В предыдущей Партии На этом же Супер Турнире И был Очень быстро Разгромлен Вот и сейчас Происходит Аналогичная Картина Я могу Лишь Оправдать Действия Французского Суперграссмейстера Тем Что ему На этот Супер Турнир Вейканзе Абсолютно По барабану Мне кажется Что французский Суперграссмейстер Вообще Сюда приехал Просто Чтобы поиграть Именно вживую Вживые шахматы Ведь до этого Он играл Только по интернету Так например Российский Суперграссмейстер Я не помнящий Вообще Отказался От выступления На этом Супер турнире Хотя изначально Он был сюда Заявлен Потому что В марте Мы с вами знаем Пройдет второй Круг турнира Претендентов Где и Ян Не помнящий И Максим Вашевограф Делят пока между собой Первое и второе место Но по дополнительным Показателям Лучше У француза Так вот Поэтому мне кажется Что Максим Вашевограф Сейчас не показывает Никакие новинки Шифруется Что называется Именно с целью Выложиться По максимуму На турнире Претендентов Отсюда Его плохая форма Как раз На этом Супер турнире Если бы Значит Если вспомнить историю С Виши Аннандом Который В 2008 году Занял последнее место На супер турнире В Бильбао Аккурат перед матчем На первенство мира В Значит С Вадимиром Крамником И на самом деле Заняв последнее место Все подумали Ну все Крамник Значит Крамник легко Обыграет Виши Аннанда Потому что Виши Аннанд Находится в ужасной форме Но нет Виши Аннанд На самом деле Собрался И оказалось Что это просто Была такая Что называется Хитрость Да Военная То есть Показать свою слабость Перед матчем Чтобы Владимир Крамник Поверил в себя Что Что Виши Аннанд Находится в плохой форме И я его типа Легко выиграю Ну и мы с вами знаем Прекрасно Чем закончился матч На первенство мира В 2008 году Виши Аннанд Удержал свое звание Чемпиона мира Итак Резюмируем То что французский Суперграссмейстер Играет на этом Супер турнире В свое удовольствие Очки Ему не важны Турнирное положение Ему не важно Ему важно просто Почувствовать вкус Именно живой игры Не игры по интернету Со всеми этими Веб-камерами А именно Живой Игры Когда вы можете Посмотреть в лицо Своему сопернику Прочитать какие-то мысли На его Лице Прочитать его Мимику Итак После такого вот Длительного Моего можно сказать Вступления Такого Разъяснения Мы продолжаем Француз Играет Ф6 То есть Максим Вашелограф Варианты Несложные Следующие Если слон Бьет Е6 То тогда Ф5 Белый Поддают Еще огоньку И на слон Бьет Ф5 Просто играют Рокировка У белых Очень серьезный Перевес В силах На решающем Участке доски Ферзь С5 Шах Король Х1 Слон Е4 Показываю Самое Упорное Продолжение Тогда Ладя Б7 Ф6 Слон Х5 Шах Король Д8 И С4 Вот этот ход Конечно Поражает Воображение То есть Висит Вроде бы Слон У белых А они Играют Еще и С4 Теперь Выясняется Что ферзем Бить нельзя Из-за Ферзь А5 И мат На следующем Ходу Получают Черные Значит Можно Конечно Забрать Слона Но это Также Приводит К мату Ферзь Бьет Ж5 Шах Король С8 Ладя Ф7 Грозит Слон Ж4 Слон Е7 Слон Ж4 Король Бьет Б7 Ферзь Бьет Е7 Ну и После Король Б6 Ферзь С7 Черный Король Получает Мат Во всех Остальных Вариантах После Хода С4 Я уже Даже Здесь Не буду Все Варианты Показывать Но Поверьте Что Черные Нигде Не Выживают То есть Очень Серьезный Перевес В силах У белых Здесь Значит Вернемся После Хода Е6 Посмотрим Теперь Взятие Пешкой Ну и Здесь Также Ф5 И Вновь Игра Разветвляется Можно Закрыть Центр Ходом Е5 Но Это Не Помогает По Причине Рокировки И Вновь Угрожает Слон H5 Позиция Черных Вновь Безнадежна Если После Хода ФЕ Ф5 Сыграть Еф То тогда Вадя Б3 И Вадя Подключается На Ферзь С5 Играем Слон Е3 Ферзь Застревает Ни одного Хода У него Нет Надо Играть Д4 Тогда Слон Бьет Д4 Ферзь Д5 Ну и Слон Ф3 Конец Висит Пешка На поле С6 Все Теряется А на Шах Просто Играем Вадя Е3 И выигрываем Ферзя Значит После Еф Вадя Б3 Можно сыграть Ферзь А4 Но здесь Тоже Рокировка Просто играют Белые И опять же Решающий Перевес В силах Вадя Идет На поле Е3 Слон Идет На поле H5 Позиция Черных Здесь Не держится Значит Французский Суперграссмейстер Сыграл Максимально Упорным Образом После Е6 Ф6 Слон Х5 Шах Король Д8 Он играет Ну понятно Что Ж6 Играть плохо Из-за Слон Бьет Ф6 С нападением Еще и на Ладью Король Д8 Слон H4 Д4 Играют Черные Пробуя Последний Шанс Пытаясь Разменять Ферзей И хотя бы Не получить Мат Значит Слон Ф2 Играет Фабиана Круана На самом деле Выясняется В анализе Что можно Даже пешку На поле Д4 Было забрать И после Ферзь А5 Шах Двойной удар На короля И на слона Выигрывает Не король Ф1 А ход С3 Теперь Если ферзь Бьет H5 То ферзь B6 Шах И король Здесь подвергается Страшным гонениям Король Е7 Ферзь С7 Шах На король Е8 Ферзь Бьет С6 С разгромом Ну а на король Бьет Е6 Просто заканчиваем Развитие Игра и рокировка Жертвуем Еще слона У белых Как мы видим Не хватает Двух легких фигур Но они Значит Матуют короля Ходом Ф5 Ну и на король Е5 Просто ферзь Бьет С6 Дальше Я думаю Пояснять Не нужно Все фигуры Белых Принимают Участие В атаке И здесь Конечно же Черные Погибают Итак После хода С3 Самое упорное Сыграть Слон Бьет Е6 За черных Но тогда Рокировка Вновь Заканчивает Белые Развития Здесь Черные Могут Разменять Ферзей Ферзь Значит Ферзь С5 Сыграть Ферзь С7 Все равно Позиция Незавидная У черных Закончить Развитие Они так И не успевают Все пешки Висят И у белых Позиция Вновь Становится Выигранной Но здесь Еще черные Могут Что называется Худо Бедно Как-то Барахтаться Итак Слон Ф2 Ферзь С3 Играют Черные Разменивая Ферзей Ф5 Пешка Гвоздь Теперь Будет Постоянно Стеснять Черных После Ферзь Бьет Д2 Король Бьет Д2 Все остальное По сути дела Без комментариев Поскольку Позиция Черных Все равно Остается Во всех Вариантах Абсолютно Безнадежной Из-за того Что пешка На поле Е6 Стесняет Их По полной Программе Ну и дальше Король Мчится На всех Парусах Теряется Одна пешка В итоге Максим Вашилограф Доигрался До ладейного Эншпиля Но к его Несчастью Афоризм Ладейной Окончание Не выигрывается Именно в этой Партии Не работает Потому что Белые Съели Слишком много Пешек Оставшись С двумя Лишними Пешками Здесь Максим Вашилограф Значит Оставшись Без двух Пешек Здесь В этой Позиции Максим Вашилограф Капитулировал Браво Фабиана Круана Надо лишь Сказать Что И ну Вернуться К этой Позиции Да Я забыл Кое что Вам сказать Что вот В этой Позиции Это Не новинка Ход Е6 Не встречался Но Так продолжалась Партия Двух Малоизвестных Шахматистов Кстати я забыл Ее сюда записать Но партия Там продолжалась Следующим образом Черные Значит белые Вместо хода Е6 Просто заканчивали Развитие Играя Рокировка А нет Забил Цусурян Перфанов Так продолжалась Партия По переписке В 1985 И после ДЕ ФЕ Слон Е7 Вадя Б3 Слон Бьет Ж5 Ферз Бьет Ж5 Ферз С5 Шах Король Х1 Рокировка Вадя Ж3 Ж6 Слон Д3 Партия Завершилась В ничью Ну как вы понимаете Круана После хода ЕД На самом деле Здесь надолго Задумался И После 33 минут И 41 секунды Размышления Американский Супер Гроссмейстер Поднял Вот этот Самый великолепный Ресурс Е6 Браво Фабиано Круана Очень красивая партия Ну а мы с вами Перевели дух И идем Дальше Белыми играл Аниш Гири Черными играл Нильс Гранделюс Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Д4 ЦД Конь Бьет Д4 Конь Ф6 Конь С3 А6 Ф3 Е5 Конь Б3 Слон Е6 На доске Систилянская защита Вариант Найдорфа Слон Е3 Слон Е7 Ферз Д2 Аш5 Конь Д5 Конь Бьет Д5 ЕД Слон Ф5 Слон Е2 А5 А4 Белые не позволяют Черным поставить Пешку на поле А4 Рокировка Рокировка Конь Д7 Ф4 Белые подрывают Центр Еф Слон Бьет Ф4 Ладя Б8 С3 Конь Ф6 Слон Е3 Слон Е4 Слон Д4 Конь Бьет Д5 Слон Ф3 Слон Ж5 Ферзь Е2 Слон Бьет Ф3 Ферзь Бьет Ф3 Ну и сейчас мы с вами Видим, что черные Выиграли пешку Конь Ф6 Играют черные И здесь, конечно же Пешка на поле Б7 Несъедобная Нельзя ее забирать Из-за ладя Б8 И теряется Конь Обратного хода Ферзь Д5 Как мы сейчас видим Нет у Белых Значит Ферзь Ф5 Играют Белые Конь Ж4 Теперь угрожает Ход Слон Е3 Ферзь Бьет А5 Белые отыгрывают пешку Ладя Е8 Ферзь Бьет Д8 Слон Бьет Д8 Ладя Е1 Конь Е5 Конь Д2 Ладя Е6 Ладя Д1 Король Ф8 Б4 Белые начинают пешечное наступление На ферзьевом фланге Конь С6 Слон Ф2 Конь Е5 А5 И ладя Бьет С3 Вот здесь Нильс Гранделиус Делает очень серьезную ошибку То есть Аниш Гири Заманивает Черных взять эту самую пешку Которая оказывается Отравленной Здесь надо было играть Конь Ж4 Это приводило партию К равной позиции После слона Д4 Конь Е3 Возникает форсаж Угрожает вилка Ходом Конь С2 Например На ладя Е1 Или же Отход ладей куда-то еще Поэтому ладя С1 Надо играть Ну понятно Что слон Бьет Е3 Ладя Бьет Е3 Ни к чему хорошему не приводит Значит ладя С1 И тогда просто Конь Бьет Ж2 На король Бьет Ж2 Ладя Е2 И черные съедая Коня на поле Д2 Вновь получают Примерно равную позицию Здесь даже черные С лишней пешкой остаются Но вот после А5 Играет ладя Бьет С3 Нильс Гранделюс А Нижгирь играет Б5 Создавая угрозу А6 И после Конь Ж4 Слон Д4 И вот здесь еще одну Серьезную ошибку Допускает Нильс Гранделюс Играя ладя Д3 После чего Позиция уже становится Очень тяжелая Скорее всего Безнадежная К ничьей еще приводил Очень красивый ресурс Слон Ф6 Теперь Выясняется следующее Надо играть Слон Бьет Ф6 Если например Сыграть Слон Бьет С3 Забирая качество То Слон Бьет С3 И проблема белых в том Что они никак не могут Удержать эту самую ладью Потому что Угрожает еще и шах Например вот так вот Сыграем ладя Б1 Да допустим Тогда просто Слон Д4 И белые Вернее черные Побеждают На король Аш1 Следует Конь Ф2 Король Ж1 Конь Бьет Д1 И конец Разгром просто Ну а если после Слон Д4 Сыграть король Ф1 То после Конь Бьет Аш2 Получается симпатичнейший Мат Белым После Слон С3 Поэтому белые Не могут ничего сделать Они могут сыграть Конь Ф3 Тогда Конь Е3 Вадя С1 Ну и после Слон Бьет А1 Вадя Бьет А1 Конь С4 А6 Значит БА БА Ладя Е8 Черные возвращают Ладью И эта позиция Без пешки У белых Держится за черных У черных конечно Не хватает пешки Но у белых Очень мощная пешка Поэтому на победу Здесь играют белые Но в анализе Здесь везде Черные держатся Значит После хода Слон Ф6 Самое сильное сыграть Конь Бьет Ф6 Тогда А6 Ладья Е8 Конь Ф3 С угрозой Ладья Бьет Д6 Ну и после БА БА Ладья А8 Ладья Бьет Д6 Ладья С7 Вновь черные Держатся Сразу они еще Не проигрывают Пешек поровну Дальше Поставим ладью На поле А7 Да у черных похуже Но сразу они Нигде не проигрывают Значит Вернемся После слон Д4 Ладья Д3 Это уже опасно Конь С4 Последовало И ладья бьет Д4 Еще одна ошибка От Нильса Гранделюса Кажется Что ход хороший Потому что после слона Ф6 Будет висеть Две ладьи Но Просчитывается Шведский Гроссмейстер Значит Ладья бьет Д1 Ладья бьет Д1 Д5 Также приводило Кстати к нехорошему Результату После конь Б6 У белых Здесь был бы Большой перевес В Эншпиле Потому что Дальше они просто Пытаются провести Пешку Ферзи А конь На поле Ж4 Не принимает Никакого участия В борьбе Значит Конь С4 Ладья бьет Д4 Ладья бьет Д4 Слон Ф6 Ладья Д1 Теперь на взятие На поле А1 Так не было сыграно В партии После ладья Бьет А1 Непонятно Как защищаться От прохождения Пешки Ферзи Дело в том Что ладья Е8 Уже не будет Помогать Потому что Конь прыгнет На поле Б6 Значит Д5 Конь Б6 Ну и вот здесь Слон бьет А1 Был последний шанс И на ладья Бьет А1 Сыграть Конь Е5 Здесь еще Черные Получали плохую Позицию Но сразу Не проигрывали Ну а после Конь Б6 Зевнул Нильс Гранделиус Сыграл Конь Е3 И подзевнул Что после Конь Д7 Шах Король Е7 Конь бьет Ф6 Он остается Без фигуры Теперь уже Не успевают Отыграть качества Черные А в случае Взятия ладьи Белые сначала Заберут на поле Д5 А затем Съедят еще И коня Остаются с лишней фигурой Белые И выигрывают Партию Поэтому после Хода Конь Д7 Шах Сдался Нильс Гранделиус И Аниш Гири В этой партии Одержал Победу Ну что друзья Сегодня у нас Просто Зашкаливает Количество Результативных Партий Я показываю вам Уже Пятую партию И Каждый раз Как мы видим Ни одной Ничьей Действительно Очень приятно Когда шахматисты Так Выкладываются Идем дальше Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Пентала Харикришна Е4 Ц5 Конь Ф3 Е6 Д4 ЦД Конь Бьет Д4 Конь Ц6 Конь Ц3 Ферзь Ц7 Ф4 А6 На доске Сицилианская защита Вариант Тайманова Паульсона Ну и опять же Вот здесь Давайте чтобы Сэкономить время И не Перетруждать Ни себя Ни вас Посмотрим эту партию Без комментариев Поскольку до сих пор Чемпиону мира Никак не удается Найти себя На этом супер турнире То есть вот Какая-то бледная тень Играет вместо Чемпиона мира Получает он позиции Раз за разом Абсолютно равные Не идет В какие-то обострения И получается Ничья На 30 ходу Соперники согласились На ничью И таким образом Магнус Карлсон Просто Спалил еще раз Белый цвет Идем дальше Ничего абсолютно интересного Здесь не было Белыми играл Давид Антон Гехара Черными играл Александр Донченко Е4 С5 Конь С3 Д6 Конь Е2 Конь Ф6 Ж3 Конь С6 Слон Ж2 Ж6 Д4 СД Конь бьет Д4 Конь бьет Д4 Ферз бьет Д4 И здесь на доске Сицианская защита Вариант Дракона Слон Ж7 Рокировка Рокировка А4 Слон Е6 Ферз Д1 Вадя С8 Конь Д5 Очень острый вариант Который нужно знать Также от и до Ферз Д7 Вадя Е1 Вадя Е8 С3 Слон Х3 Слон Ф3 И ход Слон Ф3 Оказался новинкой Раньше отказывались От размена слонов Ходом Слон Х1 Значит Слон Ф3 Конь бьет Д5 ЕД А6 А5 Х5 Слон Е3 Слон Ф6 Вадя А4 Не позволяя Черным провести Х4 Король Ж7 Вадя Б4 Вадя Х8 Ферз Д2 Слон Ж4 И вот в этой позиции Давид Антон Гехара На самом деле Мог поиграть на победу Если бы сыграл Слон Е4 Отказываясь От размена слонов Далее Белые просто будут Поддавливать На ферзевом фланге Например Слон С2 Дальше переводим Слона на поле А4 И потихонечку Постепенно Ставим короля На поле Ж2 Где-то Короче Позиция получалась Здесь Сложная Но Черные еще держались И у черных Кстати была бы Позиция похуже Ну а после Слон Ж4 Сыграл слон Бьет Ж4 Давид Антон Гехара И дальше давайте Без особых комментариев Потому что здесь Быстро все Разменялось И после Вадя Бьет Аж 2 Возникло Вадейное окончание В итоге Которые соперники Очень быстро Доиграли До полного равенства На 35 ходу Согласились На ничью Ну что ж друзья Сегодня у нас Действительно Выдался Самый результативный Тур Во всем Супер турнире Тата Стил Чест Торнамент Который проходит В городе Вейконзе И мне не остается Ничего иного Как вместе с вами Посмотреть Результаты участников То есть кто как сыграл В седьмом туре И посмотреть Турнирное положение Внимание На экран Сейчас перед вашими глазами Результаты участников То есть кто как сыграл И внимание Турнирная таблица С первого По четвертое место У нас Дилеж Йордан Ван Форест Ани Шгири Фабиана Круана И Алирза Ферруджа Делят между собой Первое и четвертое место С результатом Четыре с половиной очка Из семи возможных По четыре очка Из семи У Пенталы Харикришны Андрея Есипенко Магнуса Карлсона Нильса Гранделиуса Три очка из семи У Родослава Вайташика Два с половиной очка Из семи У Яна Кшиштофа Дуды Максим Вашьеваграва Арияна Тари И Давида Антона Гехара И замыкают турнирную таблицу Александр Донченко С результатом Два очка Из семи Возможных Большая часть Турнира пройдена И впереди Осталось Шесть туров Друзья Если обзор Вам понравился То не забудьте Поставить лайк Подписаться на канал Нажав на Круглую кнопку С изображением Фигурного коня Которая возникает Прямо сейчас По середине Этого ролика Также можете Под видео Нажать Красную кнопку Подписаться Сделав ее серенькой И обязательно Проделав несложные Эти действия Включите колокольчик И включите Показывать все уведомления Таким образом Вы не пропустите Все интересные события Проходящие На моем канале Также Для вашего удобства Если вы щелкнете По левой Конечной заставке То вы посмотрите Обзор Предыдущего тура Справа будет Обзор Следующего тура Таким образом Вы не пропустите Обзор Всего Супер турнира Надеюсь Что такие Действия С моей стороны Максимально Упростят вам Навигацию По моему каналу Еще раз Ставьте лайки Еще раз Подписывайтесь на канал Если вдруг Кого первый раз Не уговорил Играйте в шахматы Любите шахматы Друзья И увидимся На обзоре Следующего тура Супер турнира Тата Стил Чест Торнамент Который проходит В городе Вейконзе Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok